Сингапур одобрил употребление в пищу 16 видов насекомых. Ребята, я это говорил 6 лет назад. В 5 лет я говорил, будем есть насекомых. Мне никто не верил. Начинаем с физики. С физики. Значит, сейчас я должна потренироваться. Пембы. 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 Пемба. Гоча. Давай. В физике увидели квантовый эффект Пембы. Эксперимент провели в квантовом симуляторе. Извините. Давай рассказывай. Ключевое, конечно, что эффект назван в честь школьника. Это крутая история. Это вот мы живем в эпоху, когда как будто, чтобы сделать нормальное серьезное открытие, коллайдер нужен минимум. Может, маленький, но нужен. А тут у тебя есть история, что человек обнаружил, что горячие стаканчики с мороженым и холодные стаканчики с мороженым, имеется в виду, еще до того, как они стали мороженым. Когда вы приготовили эти смеси, наложили стаканчики охлажденного смесь или она горячая, вы ставите их в холодильник и выясняете, что горячие замерзают быстрее. Это очень странно. Это очень странно, если ты про это думаешь с точки зрения здравого смысла. Такого вот как бы, ну сейчас мы поговорим про это. Я вот просто пытался в свое время когда-то привести какой-нибудь пример математический, у меня пока не получилось, но мне кажется, можно придумать. Значит, в чем состоит суть эффекта? Он абсолютно абстрактный. Да, давайте. Вот человек это обнаружил, про это все узнали, и до сих пор объяснений нет. Строгого объяснения на уровне математики. Я думала, ты сейчас объяснишь, почему. Нет, нет, нет. Там есть общая идея. Но эту идею, смотри, когда ты обнаруживаешь новый эффект, за этим эффектом может стоять некий, вот у тебя есть эффект, у меня есть математическое описание. Дальше ты говоришь, ну вот я смотрю на математику и думаю, что тут вот по этим причинам все происходит. Говоришь какие-то слова, дальше ты должен это выразить в виде формулы, где обнаружишь какое-то вот новое открытие делаешь. Там у тебя, я не знаю, асимпататическая свобода кварков. Вот, например, обнаружилось, за Нобелевскую премию ты получил. Потому что ты смотрел на формулу и думаешь, нет, ну там если какую-то штуку к бесконечности устремить, там явно вот эти члены должны зануляться, грубо говоря. У тебя что случилось? Как сказал, а? Как сказал. Слово члены зануляться. Бывает. Вот. И, соответственно, у тебя, и ты говоришь, ну тогда кварки должны быть асимпататически свободны, то есть они внутри там связаны, а так вот. И начинается вот это вот Нобелевское открытие, вот это вот всё. Потом некоторые… Один из Нобелевских филаратов, кстати, перепутал знак и случайно доказал, что кварки, наоборот, асимпататически не свободны. Но потом, когда вышла другая статья, он, как я понимаю, понял, что накосячил, поправил. Но он написал механизм, но там накосячил со знаком. Но если знак минус в одном месте потерять… Ну понятно, но механизм он всё правильно сделал, открыл. Да, это такой забавный… То есть ему уже дали Нобелевскую премию? Нет, нет, нет. Это когда они писали свои статьи, нет. Тем людям, которые знак правильно посчитали, им, наверное, обидно было. Но это здесь. Вот здесь есть система, физическая система, когда она находится в каком-то там хорошем состоянии, предположим, она симметрична. Что значит симметрична? Это означает, что у неё есть какие-то вот такие математические симпатичные свойства. Например, вот представим себе, что наши все молекулы атомы расположены в решётке. Эта решётка такая хорошая, ровная. То есть кубическая. Лучше всего представить кубическую. Бывает много разных, но давай кубическую. А дальше мы говорим, ну а как мы теперь можем эту вот эту вот симметрию чуть-чуть испортить? Мы можем чуть-чуть согнуть решётку, решётка перестанет быть симметричной, она станет немножко кривой. А дальше мы отпустим, берём взаимодействие и смотрим, как эта система возвращается в своё исходное симметрическое состояние. Там важный элемент, что вот это базовое состояние, оно, судя по всему, должно быть симметричным в некотором смысле. И вот мы смотрим, как она возвращается. Если возвращается. Да, если возвращается. Нас интересуют те случаи, когда она может вернуться. И дальше возникает такая идея, что на самом деле, если ты сильно скрутил, то может так получиться, что она вернётся в исходное состояние быстрее, чем когда ты скрутил чуть-чуть. Представляешь, что это? Ну, вообще-то, тут, мне кажется, это логично. Это не то, что логично, но… Это не то, что логично, но тут есть какая-то… Ты можешь себе, когда ты начинаешь говорить, где-то вот там представляешь процессы, что ты вот… Ну, она там… Да, как бы операционный ответ больше получается. А тут там что-то дрожит, там что-то бегает. Медленно туда, медленно обратно. Эти дрожания. Хочешь сказать, да, такое, наверное, возможно. Вот, и, ну, понятно, это очень хорошая идея. Более того, это, скорее всего, правильное объяснение эффекта Пембы. Вот. Но математические… Во-первых, этот эффект нужно доказывать в каждой конкретной системе. То есть, он не универсальный. То есть, ты берёшь конкретно, говоришь, в мороженом… Я как раз хотела спросить, не только с мороженым работаю, там всё-таки с водичкой, там, не знаю, чаем. В системах математических. То есть, тебе это нужно… Вот ты докажешь, что при каком-то давлении, там, горячая вода замерзает быстрее холодное. Что-нибудь такое. Вот. Ну, и, соответственно, так этот эффект интересный. Объяснений у него пока толков нет. Вот построили квантовый эффект. Тоже очень клёво. Почему я приводил пример кристаллической решётки? Ровно по той же причине, потому что здесь использовалась такая квантовая система. Мы взяли ионы, расставили… Есть атомы, атомы. У них есть спины. Спины? Спины. То есть, не в смысле спина, а в смысле крутить. Спин, а вращение, да. Обычно это себе представлять можно… Никогда так не надо делать, да, потому что у людей сразу, у физиков, глаза крови наливаются. Ну, а атом можно представить как шарик, и этот шарик, типа, крутится. И вот направление спины – это оси, куда смотрят. Типа по правилу правого буравчика. Помнишь правил правого буравчика? Ну, вот. Как посчитать спину? Нужно посмотреть, как он вращается, куда он, типа, вот так вот всё. Вот. И по правилу правого буравчика у тебя появляется направление вот у спина. Вот. Оно там, правда, конечно, всё неправильно, всё я вообще не так рассказал. И квантовые спины – это вообще, типа, число, и там, типа… Но нормально. Подожди, а квантовые они не крутятся, что ли? Не крутятся. Не крутятся. Не крутятся. Вот. И ты берёшь их спины, ориентируешь, вот, а дальше ты берёшь их чуть-чуть наклоняешь и добавляешь туда случайные возмущения, чтобы они в разные стороны торчат, отпускаешь систему. Вот. И дальше они говорят, ну, вот отпускаешь систему, и она начинает возвращаться вот в исходное хорошее состояние. Вот если ты вначале сильнее закрутил, то она быстрее возвращается. То есть вот эта вот дополнительная энергия, типа, они всё там гастятся быстрее. Вопрос, можно ли это считать квантовым эффектом Пембы? Это хороший вопрос, потому что, грубо говоря, так как у неё нет определения, то, ты знаешь, как вот это… Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. И такой, типа, ну, вот же, вполне. Но что-то похожее, да. Что-то похожее. Так как у тех описаний, у тех эффектов нет строгого математического описания, в реальности бы, как это было. У тех есть строгое математическое описание, у этого эффекта есть строгое математическое описание. мы их сравним, говорим, а, ну да, вот этот эффект по формуле, он как бы похож на вот усложнённую версию того. Значит, это можно назвать… Вы всё усложняете, реально. Нет, там просто у тебя в… Там в каком смысле усложняется? Если ты увидишь, что эффект повторяется такой, это эффект, а не вот это вот… У тебя, потому что ты… Ключкотворство. А это не ключкотворство. У тебя эффект должен по своей сути повторять классический эффект. По своей сути. Дело всё в том, что математика, которая стоит за квантовой механикой, она типа не сложнее, чем та математика. Но они просто разные. То есть, грубо говоря, как у тебя устроено типичное… С чего начинают рассказ про квантовую механику? Говорят, вот у вас есть обычный маятник. Маятник можно… Вот если у тебя маятник качается чуть-чуть, то уравнение для него упрощается. Это называется штука, получается осциллятор, обычно говорят. Вот. У маятника уравнение – это х с двумя точками равно минус коэффициент на синус х, а это х с двумя точками равно минус коэффициент на х. Вот так. Ты типа синус х, когда отклонение маленький, синус, он примерно х. И потом говоришь, вот осциллятор возьмём. И ты можешь решить… Более того, с синусом любой школьник тебя вобьёт, нарисуется картинка, это что, как он колеблется, всё, у него есть вот это положение, он колеблется вот так. А если ты, например, вот так поставишь, можешь считать, что штука твёрдая, то он там будет потенциально стоять, но ты его чуть-чуть заделал, он начнёт вращаться, т.д. То есть, как бы у тебя есть вот это математическое описание. Значит, ты говоришь, на самом деле этот осциллятор можно квантовать. Можно что сделать? Можно написать другой осциллятор, который математически совершенно другой объект. Но в первом приближении, вот этот, ты говоришь, ну, для этого нужно одну штуку заменить на оператор умножения на х, другой на оператор дифференцирования по х, у тебя получается квантование, и вдруг неожиданно выясняется, что ты только что говорил про этот… Когда мало… Да, про малый колебание маятник, а после квантования получил атом водорода. Ты получил математическое описание атома водорода. Так всё устроено, вот так. Ты говоришь, ну да, а потом ты берёшь, приближение смотришь, да, получаешь тот осциллятор. То есть ты как бы видишь, что это описание, оно по своей сути немного усложнённое, но не в плохом смысле. Не типа ты там всё, знаешь, там был коэффициент 1,2, и ты написал 27,49. Ну, ты вот как бы просто у тебя другой объект. Что-то усложнённое, да, вот какое-то это. Вот. И поэтому, когда ты описываешь эффекты, по-хорошему, если ты честно делаешь, что ты квантовый эффект какой-нибудь, знаешь, хорошим именем, да, нужно как бы промотивировать, а не так, как ты говоришь, типа, не, ну это, это... А чё, то же самое происходит. Это херня, и эта херня, ну чё, это одно и то же. Да, и штуковина одинаковая, всё. Нет. Вот, но очень клёвое исследование, школьники, квантовая математика, давай дальше. Общее потепление Арктики, и всё это приводит к тому, что идёт миграция льда, и вместо того, чтобы проливы в северо-западном проходе становились шире, они становятся уже, потому что лёд закупоривает эти проливы, и навигационный сезон в них за последние 15 лет сократился вдвое. Прочти, пожалуйста, заголовок, вслух. Миграция льда закупорила проливы в северо-западном проходе. Северо-западный проход закупорился льдом. Пивис, они льдом проход закупорили. А, ну теперь, когда мы… А это была шутка за 400 просто. Не-не-не, это… ты просто не понимаешь. У тебя за очень сложной шуткой… Ты просто не понимаешь. Должна идти шутка-разгрузка. Нельзя постоянно шутить, нельзя постоянно суперумно шутить. Северо-западный проход. Вот хорошо. До этого просто она как бы была… Итак, дорогие друзья, продолжаем обсуждать, что будет с Арктикой в результате глобального потепления. Изменение климата. Ну, в Арктике, если что, глобальное потепление. Ну, нет, всё равно не надо так говорить. Ну, хорошо, ладно, согласен. Да я согласен, согласен. Задолбали уже. Изменение климата. Арктика становится свободной ото льда. И люди, которые любят геополитические противостояния, уже говорят, что очень скоро нам предстоит за Арктику что? Противостоять. Противостоять мы, конечно, будем с Канадой, потому что можно будет из одного океана в другой океан плавать просто по северному пути. У вас появляется путь из одного океана в другой по северу, а не вот как там вниз, там через проливы между какими-то Америками, там чуть куда-то. В общем, далеко. Сложно, сложно. Сложно, долго, дорого и вообще. Значит, проблема, как это всегда бывает, что когда вы начинаете спорить про противостояние в Арктике, вы делите шкуру неубитого медведя. Что там белого медведя? У которого черная кожа, кстати. Да, у которого черная кожа, помните. И это связано с очень-очень понятной вещью. Мы не знаем, как будет устроена навигация в Арктике после изменения климата. Вот так вот. И когда мы сможем сказать, что климат уже изменился, и мы можем точно сказать, что вот это вот прям… Как бы человек, он привыкает к циклам, и как бы вся навигация была построена по очень понятному принципу. У вас все сковало льдом, потом, значит, лед чуть-чуть сошел, вы взяли ледоколы, ледоколы вам пробили путь, за ними прошли корабли, и все хорошо. И дальше эта ситуация повторяется. А теперь у вас появляется непонятно что у вас. То проход открыт долго-долго-долго, то еще что-то. И вот это вот типичный пример. Когда ты смотришь на идею, обсуждаешь ее в телеграм-канале, типа, кажется хорошо, как только ты начинаешь смотреть на детали, а дело всегда в деталях становится гораздо менее хорошо. Значит, в чем состоит сложность с анализом маркетинга? Дело все в том, что льдов действительно становится меньше, но они обладают таким свойством, что они образуют ледяные поля этих… Ой, это, кстати, хорошее смешное шуток, недавно вспоминал, что если вы когда-нибудь видели картинку айсберга, ну, типа, обычно говорят, тут айсберг, он тем, чем опасен, что 9-10 хайсберга под водой. И рисует айсберг такой вот, там маленькая такая горочка, картинка что-то, там такая огромная фигня. Прикол стоит в том, что этот айсберг, ну, типа, неустойчивый. Ну, то есть… Потому что если у него… Конечно, он должен начать переворачиваться. Он будет вот так вот, будет в широкой стороне. Вот не будет вот так. Ну, так красивее, потому что так в плакате получается. А то придется лендскейп вот так делать. Ну, и потом вот это вот какаха плавает. В какахах плавает, огромная белая какаха, согласен, из льда. Которая закупорила северо-западный проход. А, ты видишь, уже научилась, всё. Вот. И есть прекрасная… И как бы у тебя получается, что эти поля айсбергов, это отколовшиеся льдины, они плавают. Их много, да? То есть, как бы в каком-то смысле эта история опасна. Это тебе мешает судоходству. И эти, если такие поля образуются, то типа это проблема. И вдруг выясняется, что если мы посмотрим на наши традиционные пути навигации, там встречаются узкие места. Вот тут они конкретно перечислены. Это пролив Маклур и Вайкаут… Мелвиллс. Вайкаут Мелвиллс. Ну, то есть, канадские названия, как всегда. Просто нет названия, что пролив-1, пролив-2. И Восточное море Буфорта. И у вас там образуются вот эти заторы, которые на самом деле не увеличивают время навигации, а снижают. То есть, как бы что получается? У вас получается, что ваши традиционные пути устроены так, что вы там по этим проливам плывете. Плыли раньше. И да, как бы там море-то свободно плыви. Но то, чтобы до этого все эти проливы пройти, там стало ещё хуже. Ну, время увеличивается. Время увеличивается. Да, ты говоришь, сейчас просто подошибся немножко. Да, время увеличивается. Чего увеличивается время? Чего я подошибся? Ты сказал, что время, значит, не увеличивается, а снижается. А снижается проходимость через вот эти… Да, снижается. И вот первая же, казалось бы, такая тривиальная идея, что, ну, как часто бывает, постфактум все такие умные, я тоже такой умный. Ну, конечно. Это же логично. Почему вы решили, да, что пути в Новой Арктике должны быть такие же, как в Старой Арктике? Они же должны тоже измениться, да? Ну, сейчас ты такой смотришь, да, действительно, до этой идеи надо было допетрить. Вот, то есть, это научная статья, прекрасно. Так что пока ничего не устаканилось, ожидать каких-то серьёзных… Потому что, ну, чтобы вы понимали, та же Канада регулярно карту льда выпускает, то есть, что там, как с льдами. Так что пока ждём, ещё пока не ездим. Кстати, про карты, значит, морские и всякие навигационные штуки. Я, значит, каждый год на Ладогу езжу, и там вот есть как бы большая часть Ладоги, ну, как большая вода, есть ладожские шхеры – это вот система островов. И когда на большой воде сильная волна, то нужно уходить в шхеры, потому что там поспокойнее. В этом смысле слово «шхерится», например, очень понятно. Вот, и там тоже есть вот эта навигация, она, видимо, тоже иногда обновляется, потому что там есть такие штуки, как банки, значит, такие законы, луды, которые там камни и так далее. И вот по этим картам то, что ты хочешь, думаешь, господи, если, не дай бог, тут там, не знаю, сильный шторм какой-то, схерачи, там, не знаю, половину чего-нибудь, всё нафиг будет просто, всё сразу поменяется, все, значит, карты придётся переделывать. Люди просто привыкли, что, ну, навигация на… после того, как появились спутники, мы к навигации стали довольно так относиться. Ну да, и же карта чего? Действительно, навигация на сушу очень просто устроена. Ты можешь эту навигацию вот, ну, чуть ли не себя рассмотреть, да? Да, даже вот с обычными гражданскими разрешениями это уже, типа, очень подробно. А, ну, не просматривается так. Не просматривается, да. Ну, и плюс на воде, кажется, будто ты идёшь вот по этому проливу, по какому-нибудь каналу, например, думаешь, ну что, берег, берег и вода, фиг ли. Да, да, конечно, там вот так же. Да, там же как бы вот так вот и всё, и ты идёшь все спокойно. А там, на самом деле, куча разных приколов, сюрпризов. Вот такая классная история с северо-западным проходом, который закупорила миграция льда. Так, значит, что, у нас были макайки, теперь у нас шимпанзе, и это тоже классная новость, потому что здесь тоже никому ничего не отрезали, и никого не мучили, и ничем не кололи. Это, обожаю такие исследования. Хорошо. Короче, речь идет о том, что… У нас, кстати, была новость, помнишь, о том, что слоны общаются. Была. Вот, и даже они как-то, по-моему, друг другу по именам, каким-то называют. Да, это две разные новости. Одна была новость, что они разговаривают и используют… Ушами, хвостом и… Хоботом. Хоботом. И ещё перетаптываются. Да, перетаптываются, а именами там, да, какие-то у них есть случайные названия, которые они используют для обозначения. Так вот, жестовое общение шимпанзе оказалось похоже на диалог людей. То есть задержки между жестами были схожи с задержками между репликами в человеческом разговоре. Ну, огонь. Это хорошая новость, да. Традиционно известно, что животные могут общаться с звуками. А он вспомнил, как-то, была новость про… про кого? Про каких-то обезьян, которые очень громко чешутся. Помнишь, там была совершенно сумасшедшая новость, что они… вот они издают звук, который слышно на 15 метров, как вот этот скрип такой… вот так делали. Это они предупреждают о чём-то? Да, да, ну, конечно. Ну, типа, никакие другие звуки особенные не нужны. Потому что, ну, это ясно, потому что, когда обычно животное издаёт звук, оно себя выдаёт. И поэтому это имеет смысл делать, если ты уже… Всё, а всем остальным ещё может быть. Не просто, ты уже чувствуешь, что опасно, надо всем валить. И действительно, в целом звуковая коммуникация у животных есть, но она не подразумевает диалоговую структуру. Вот это очень важно. Она представляет собой обычно односложный обмен репликами, типа, опасно. И, типа, даже не так, валите. И, соответственно, все убегают. Или не убегают, и их съедают. Или не убегают, и они их не съедают. Какая-то вот такая история. Или там, типа, поёшь песню своей пассии, она тебе отдаётся за это. Одно и ту же, да, касается. Направлено, из поколения в поколение. И чтобы тебе нельзя было петь, тебе вешают… Всё-таки вспомнил жилетики. Смешные жилетики. Господи, такая великая была, она снежная. Вот. Жилетики для птиц. Вот. А тут выясняется, что… Надо понимать, что большинство общений обезьян укладывается в эту структуру. Оно чаще всего такое. То есть вот эти вот коммуникации, про которые говорят, они есть, но они редки. Нет такого, что мы не знали, что обезьяны там сплетничают, а тут вдруг обнаружили, что это вообще обычное дело. Соберутся у пруда и давай. Нет. Более того, длительность разговора, длительность разговора там до семи фраз. Но важно, что, судя по всему, это настоящие коммуникации. То есть жест, дальше с той стороны молчат, что-то тебе говорят, ты говоришь. И время задержки, что это вот забавная часть, действительно, что время задержки, оно действительно составляет около 200 миллисекунд от 120 до 600, как у человека. То есть разговор между людьми, он обычно тоже такой с паузой. Ну, интенсивный такой, да. Да, с паузой. То есть никак я стараюсь людей не давать им ничего сказать. Конечно, да. То есть стараешься длинными еще такими. Да, длинными, длинными. А если я тебя перебиваю, потом еще в комменты кто-нибудь приходит, ты говоришь, она его перебивает вообще с Действительно. Андрей как раз только дошел до там объяснения. Вот. Вот такая действительно новость. Никого не убивали, наблюдали. Это забавно, что это шимпанзе. Шимпанзе были известны тем, что у них есть какое-то там это, их можно учить жестовому языку людей, как мы знаем. Они даже смогут что-то говорить, какие-то простые вещи. Ну, вот такая вот история. Все. Очень хорошие, содержательные новости. Класс. Следующую новость, конечно же, мы взяли за заголовка, потому что, наконец-то, у Николая Воронцова получилось впихнуть в новость про космос слово «предтечу». Мне кажется, это вообще, как бы за это уже отдельно ему тут надо эту медаль выдать. Выдайте, пожалуйста, медаль Николаю Воронцову. Короче, ну, конечно же, нет. Астрономы нашли потенциального «предтечу» горячего Юпитера у тройной звезды? Угу. Угу. Когда я только работал в Ленте, была такая история, что все очень любили новости про астрофизику, про космос. В 2008-2010 они собирали огромное количество трафика. Это был, как бы, у тебя появился интернет, на самом деле, как мне кажется, который мог передавать картинки. Понимаешь, да? То есть до этого фотографии «Хаббл» слал так же. Их там можно было где-то найти, может быть, где-то скачать. Это моя любимая история, что я вот до 2012 года Европейское космическое агентство, нет, до 2010-го, по-моему, выкладывала, не Европейское космическое агентство, нет, Европейское космическое обсерваторие, ЕСО. Оно там на ФТП выкладывало файл. Ты мог вот зайти и скачать ФТП. Огромный здоровый файл вот этой вот картинки, типа. Класс. Распечатать. Да, и вот у тебя появился интернет, появились картинки, и ты смог увидеть вот эти все замечательные картины, фотографии, и они производили большое впечатление. Сейчас люди, конечно, подзабили. И вот тогда тема горячих юпидеров, потому что тогда экзопланеты только открыли. Что такое открытие экзопланет? До какого-то времени мы не знали, есть у других звезд планеты или нет. Потом мы обнаружили, что, скорее всего, есть. Прежде чем увидеть их напрямую, были такие достижения. Мы обнаружили, что звезды моргают. Это был самый первый способ. Транзитный. Планета проходит по диску звезды, светится чуть меньше, и уходит за звездой, и светится чуть ярче. Соответственно, чем больше планета, тем ярче, тем заметнее эти колебания. Подожди, потому что там моргает на небе-то мы давно уже видели. Моргает же. Да, не так моргает. Прекрати. Фу, фу. Вот. Остановись. Ты смотришь на спектр, смотришь на колебания яркости, и обнаруживаешь, что есть планета. А если они увидят Землю сейчас, то у нас тут динозавр будут ходить? Возможно. Вот. В чем состоит еще один прикол? Что на самом деле ты видишь эту планету, ты можешь прикинуть размер. Но гораздо прикольнее, что когда у вас планета вращается, она вращается со звездой вокруг общего центра масс. То есть, когда планета вращается вокруг звезды, звезда тоже чуть-чуть колеблется. Но совсем чуть-чуть, потому что она большая, а планета сильно поменьше. И это колебание, так как оно происходит вперед-назад, оно дает, соответственно, эффект красного смещения, когда удаляется, и эффект синего смещения, когда приближается. И это видно в спектре. То есть, у тебя еще колеблется спектр. То есть, помимо колебания яркости, то есть, она светится, ты берешь ее излучение, раскладываешь на спектр, на цвета, и видишь колебания в спектре. И по колебанию в спектре ты можешь попытаться определить массу. И вдруг обнаружилось, что есть до хрена звезд, вокруг которых вращаются довольно здоровые планеты. Что важно, потому что, как ты понимаешь, первые открытия, они были такие, ты не можешь пыриться в одну и ту же звезду год. Ты как бы попырился несколько дней, недель, обнаружились коротко-периодические такие колебания. Оказалось, что у большого количества звезд есть довольно тяжелые планеты, которые близко к ним. И они болтаются, и так существенно звезду колеблют. Прям нормально ощутимо, что прям в спектре видно. Стали считать. И эти планеты получили название горячих Юпитеров. Горячие, потому что близко. И уберем, что это здоровые газовые гиганты. По оценке это должно быть что-то прям колоссальное. И дальше, ну как бы круто, открыли, молодцы. И следующий вопрос, как они вообще появляются? Потому что это совершенно противоречит нашим представлениям о формировании Солнечной системы. Потому что как? Было облако, оно конденсировалось, образовалась звезда. Из остатков этого облака стали образовываться остальные тела Солнечной системы. И пока, как бы, в чем проблема? В том, что у тебя вообще-то Солнце, у Солнечного света, да, у него есть давление. И если рядом с Солнцем будет образовываться кусок материи, он, во-первых, гравитационно возмущается, потому что близко к Солнцу. А во-вторых, вот это давление должно все смывать. То есть рядом со звездой большая газовая планета образовываться не может, слишком неприятные условия. Газовая планета должна образовываться где-то подальше. Там вот нормально, там звезда не сильно мешает, спокойно конденсируется, потому что долго занимает процесс остатки вот этого облака. Я думаю, у нас есть замечательное открытие, мы все рады, мы открыли планету Оргерс-Солнечной системы, и вдруг, со стороны, непонятно, что с этим делать. Вот, перематываем вперед на сколько, 16 лет, ну, 14 лет. Вот сейчас мы пока приближаемся к разгадке вот той загадки. В чем идея? Идея состоит в следующем. Ну, тебе нужно какой-то сценарий объяснить. Ты говоришь, окей, возможно, происходит следующее. Возможно, планета образуется действительно далеко. Тебе же нужно разрешить эту противоречию. Окей, она образуется далеко, а потом каким-то образом оказывается близко. Каким образом? Идея состоит в том, что образуется планета с большим эксцентриситетом. Эксцентриситет, все планеты движутся по эллиптическим орбитам, эксцентриситет отвечает за соотношение. Вот у эллипса есть два, вот у окружности у нее ток-радиус, а у эллипса есть два радиуса. Коротенький и длинный. Это так рисуется. И вот это отношение, там оно не так, условно, насколько эллипс вытянутый. Если эксцентриситет один, то это окружность. Если он больше единицы, проще считать, что больше, что у тебя вытянутый. Вот это большое эксцентриситет, значит, вытянутый. Значит, твоя планета движется так, она вот здесь к Солнцу приближается, к звезде, ну, куда-то там по своим делам уходит. Идея состоит в том, что вот у тебя планета с такой орбитой образовалась, существовала, а потом в какой-то момент эта орбита проходит, эта планета, когда она уже связана с звездой, звезда ее заход. Это оказывается, орбита просто меняется. Вот, все. Вот, удалось, ну, как бы мы придумали сценарий. Хороший сценарий. Ну, все объяснили. Осталась мелочь. Найти его на звездном небе. Вот удалось, наконец, найти такой горячий Юпитер. У него, как это вот традиционно, у астрофизиков бывает название ТИК-241249530Б. Б – это вот ТИК, это значит, ТИК и номер – это название звезды в этом каталоге. А Б – это планета. Если вы играли в Старфилд, то все так и есть. Вот, все замечательно нашли. Итак, вы представляете, насколько это была долгая нерешенная задача, что-то еще даже в Nature опубликовали. То есть это довольно узкая специальная статья, ты чувствуешь. Я рассказал, там, ну, это очень интересно, но немного узко специально. Немножко, знаешь, как-то вот… Да, потому что там звезды, черные дыры, взрывы. А тут вот, типа, как все-таки… Но это оказалось настолько долгий был путь к обнаружению такой штуки, чтобы этот сценарий как-то объяснить, что вот статья даже попала в ленчер. Очень прикольно. Мне кажется, что сейчас тоже все очень астрофизикой интересуются. Мне кажется, нет. Мне кажется, сейчас не очень интересуются. Мне кажется, что люди как раз астрофизикой не интересуются. Мне кажется, что вот есть условный Илон Маск, который рассказывает про полет. Вообще он единолично в публичное поле вернул вот эту историю, что нам надо куда-то слетать, потому что до него как-то никто уже особенно летать не собирался никуда. Ну, типа мы видим дофига, а лететь далеко. Да, ну слушай, там же еще такая история, у тебя же, у тебя, у всех таких вещей должны быть нужно, чтобы люди хотели это сделать, да, а когда, ну, гонки нет, державы, которые гонялись, развалились, потому что было бы круто, конечно, был бы первый человек на орбите, первый человек на Луне, первый человек на Марсе, первый человек, вышедший за пределы Солнечной системы, а там еще много небесных тел, где можно стать первым, да, и если бы борьба вот эта оставалась, было бы круто, но она, понимаешь, сошла на нет, и в результате мы оказались в ситуации, где борьба происходит между компаниями… Оптикой. Нет, между тем, кто быстрее тебе доставит яйца за 15 минут или за 20, десятки яйца нужно очень срочно доставить, вот, поэтому такая вот вещь, так вот мы немножко, ну, тоже достижение, ребят, давайте уж не будем себя корить. Ну, что-то как-то, знаешь, по сравнению с тем, чтобы первый человек на орбите, первый человек на Луне, и тут доставим вам за 15 минут, ну, такое. Итак, у нас новость про чаек. Чайки – регулярные герои всяких разных маленьких видосов и не очень, где они отбирают у всех еду, жрут все, что попало и так далее. В общем, значит, здесь смотрят и смотрели о том… Господи, смотрели о том, что со мной вообще не так сегодня. Смотрели, что откуда тяга к пище антропогенного антропогенного происхождения, то есть, с чего вдруг чайки начинают жрать из помойки, вот, но на самом деле смотрели на птенцов и кормили их хлебом, кошачьим кормом, а также морепродуктами, и, короче, хлеб и кошачий корм не прокатили, не отбили у птенцов чаек тягу к морепродуктам. Чайки очень умные, вот, они способны, у них очень адаптивное поведение, они, например, способны подстраивать своё кормление, не все животные на такое способны, например, под человеческие циклы, то есть, они, например, шарят, что кормиться надо, когда условно какой-нибудь ресторан на берегу закрывается, да, вот, и начинают выносить мусор, вот, чай начнётся, чай пожрём, типа, вот. И интересным является вопрос, насколько животные, ну, как бы, которые питаются антропогенными, ну, есть много видов, которые пристрастились к человеческой идее, еноуты там, например, вот, они же жрут из баков вот, и так далее, насколько они пристрастились и насколько эта еда для них полезна. Я вспомнил, что фильм такой был, назывался «Лесная братва», там ровно про это. Да, да, было и было. И потом я подумал, почему, ну, как бы не подумал, а что, как бы, все фильмы почему-то опихают «братва», вот, «подводная братва», «лесная братва», хотя там слов «братва» нет в названии. Да, нет. Ну, это традиция. Ну, это слово, которое легко объясняет то, что… Братва. Да. Просто «братва». Да. Не стреляйте в друг друга. Роциквасте. Короче. Вот. И мы хотим узнать, насколько эти изменения в привычках к питанию вообще важны для человека. Вот. Хорошее исследование, оно говорит следующее, что птенцы шарят в том, что для них полезно. То есть, брали птенцов, давали им несколько видов еды. Кошачий корм. Одновременно. Да, одновременно. На выбор. Рыба, что там, мидия. Морепродукты, да. Вот. Что-то еще. Хлеб и кошачий корм. Хлеб и кошачий корм, да. Кошачий корм я помню. Вот. И они ели, и выяснилось, что птенцы в целом в основном налегают на рыбу и на мидии. Потому что, конечно, все это ваше вкусно, но вот надо молодому организму надо расти, белок им надо откуда-то брать. И, судя по всему, это вот врожденные. То есть, они прям, им по кайфу, по кайфу есть рыбу. То есть, они не просто вынуждены питаться рыбой, потому что живут в море. Им вообще зашибись. Вот тоже же не задумываешься, да, вот чайки, когда рыбу ловят. Есть такое, что она нырнула, поймала рыбу, такая ест и думает, блин, офигенная сегодня рыба. Сегодня рыба просто топ. Свеженькая. Или поймутка. Нет, это какая-то кослявая фу-фу. Съела, потому что они не выплёвывают, не кослявая, такая, ну, не то. Ну, вот есть вот этот вот послевкусие остаётся вообще. В кайф ли чайкам есть рыбу? В кайф. А выяснится, в кайф. Мне кажется, я чайка. И морепродукты тоже им в кайф есть. Они просто такие. Абсолютно. Это я. Вот, я чайка. Я теперь всё поняла. То есть, рядом лежит сбалансированное всё, а они такие. Сбалансированное всё. Там рядом лежит кошачий корм и хлеб. Максимально сбалансированное. Кошачий корм они, кстати говоря, тоже так немножечко подъедали. Вот хлеб вообще не вызвал у них ничего. Ну, как бы вообще хлебом нельзя кормить птиц. Вот. А потом чайки подрастают и выясняется, что у них, конечно, вкус портится. Абсолютно. А они такие, типа, да ладно уже, чё. Чё там ловить рыбу-то можно вон, стащить леддог у человека. Зазевался там. Хлебушку покушать, да. Вот. Это с возрастом у них приходит. Вот такая вот замечательная история про чаек, из которой мы знали, что им в кайф есть рыбу. Короче, у нас две новости. Я их соединила, потому что пришло время таки поговорить нам уже про семаглутид. Значит, азимпик. И вот это вот всё то, о чём сейчас говорят везде и всюду, что это волшебное средство для того, чтобы быстро похудеть. Очень круто. Мне нравится. Абсолютно кликбейтный, неправильный анонс просто. Почему неправильный? Потому что мы, во-первых, говорим про… Мы не будем говорить про снижение веса. Конечно. Мы будем говорить про другое. Мы будем говорить про семаглутид и азимпик. Мы будем говорить? Нет. Почему? Потому что мы говорим про… Сейчас, давай. Значит, первое, на всякий случай. Азимпик – это препарат, типа, торговая марка, семаглутид – действующее вещество. Действующее вещество, да. Вот. Теперь. Просто я сказала все слова, которые знают блогеры сейчас. Правильно, правильно. Дальше. Он используется для похудения. Мы про это не говорим. Мы говорим про то, как он влияет на тех людей, для которых он был разработан. Для диабетиков, у кого диабет второго типа. Вот. И дальше, как бы, из-за того, что это лекарство, оно было, вот, кстати, там даже можно посмотреть, оно в России было запатентовано, говорит, что в 2011 году семаглутид еще или азимпик. Короче, это давно существующее лекарство, просто как бы люди обнаружили вдруг, что оно, вот, типа, позволяет похудеть. Мне кажется, такая гонка просто марафонов про похудение, что оно как бы вылезло еще и вот в это. Несомненно. Но важно, что это лекарство исследуется давно, и у него есть, разумеется, и главный вопрос, который всех интересует, это не как быстро с его помощью можно похудеть, а какие побочки у долговременного. А побочки там говорят ого-го. Ну, я не знаю. Я не видел. Я не про похудение. Я тебе говорю сейчас, важны побочки для целевой аудитории. Ну, и для них тоже. Если ты, если лекарство не для тебя, и ты его жрешь, то как бы, ну, как бы, доктор Хаус нас учит, что, типа, ничего хорошего из этого не выйдет. Вполне возможно, ты пожрешь лекарство. Да. И умрешь. Это вполне себе обычная история. А нас интересуют побочки для людей, для которых оно было разработано. Да, ну, как бы, они есть, как и у любого лекарства. У него есть долговременные, отрицательные, какие-то и положительные. Ну, вот, я хотела сказать, что побочки – это же не только плохое. Да, конечно. Ну, вот, например, у нас две новости. Они совершенно про хорошую, про плохую побочку. Значит, если человек регулярно принимает от лекарства, у него диабет, то у него сниженный риск деменции. Вот и есть. Вот тоже, вот как это работает, непонятно. Непонятно, да. С другой стороны, если он принимает тимоглутит, у него есть более высокая вероятность развития ишемической, и оптической нейропатии. То есть, ослепнет. Да. Может ослепнуть. Может потенциально. Ну, там, знаешь, когда диабет второго типа, там много чего может произойти такого, что, типа, люди же как-то обычно не задумываются. Не про всякие эффекты с ним связанные. И, как бы, такие, типа, ну, просто ты диабетик, что у тебя сахар там что-то… Мерить сахар надо просто, да. Мерить сахар, да. Про всё остальное как-то не думать. Вот. И поэтому вот такая вот история. Поэтому вот формально поговорили. Формально поговорили. Нет, понятно, чтобы мы не стали говорить о том, нужно ли принимать или не нужно принимать. Вообще этого в нашей программе, в принципе, не бывает. Вот. Но всё равно ужасно интересно, что и вот такие исследования тоже есть. Вот. А на этом, собственно, как бы с большими новостями всё. У нас тут есть, как бы, блиц. Поехали. Аж подождите. Я так не могу быстро. Да, да. Мне надо открыть. Мне надо же как-то вот. Тут картинка нужна. Там лягушка, натурально, пацаны, в зелёном парике. То есть там вот… Вы её посмотрите и такие, типа… Нет, натуральный Дональд Трамп. Я реально говорю. Вот прям… У неё даже выражение лица похоже. Ну ладно, нет. Давай-давай-давай. Ну, короче, да, действительно, австралийцы встретили очаровательную литорию голубого цвета. Она с таким вот… С такой прической. Там волос нет, там у неё просто… Да. Очаровательная литория – это название. Это не то, что они такие… Литория… Очаровательная. Такая очаровательная. Вот все остальные зелёные литория, они такси, а вот голубая литория – очаровательная. Но действительно, очень редкий раскрас, окрас. Вообще у лягушек редко встречается. Они все в целом такие довольно… Не очень цвета, да. …разных видов зелёного. А тут вот голубая. Профилактика ВИЧ-инфекции у женщин инъекциями дважды в год показала стопроцентную эффективность. Да. Мы говорим про тот класс препаратов, который доконтактный. То есть мы говорим про профилактику, потому что когда у тебя происходит эпидемия ВИЧ, в том числе ты должен пытаться её остановить таким образом. Например, насильной профилактикой в группах риска. И, соответственно, традиционно профилактика делалась с переральными препаратами. То есть ты пьёшь что-то, а здесь инъекция. Оказалось, дважды в год инъекции работают, показывают 100% эффективность. Это уже какой-то там по счёту этап, то ли второй, то ли третий. Это фаза клинических испытаний. То есть это лекарство и вообще это лечение, потому что это класс препаратов плюс прокатакол их применения находится уже на подходе. То есть это прививка от ВИЧ получается? Не прививка. Ну, подожди, понятно, что простыми словами хочется рассказать. Инъекция два раза в год, 100% эффективность. Но прививка, тогда получается, прививка на полгода. Ну и что? Не, просто говорю. Прививка? Пусть так. Прививка. На Луне нашли пригодную для размещения обитаемой базы пещер. Да! Слушайте, наконец-то очень туда хочется, очень хочется летать. Там вход, судя по всему, он такой. Ну, как мы, что мы хотим от Луны? Мы хотим от Луны такое место, чтобы там была тень, потому что атмосферы нет. Все испаряется с поверхности, солнце светит, холодно, жарко. Но, если мы попадем в пещерку, в которой есть вход, а как бы та часть остальная в темноте, там может быть и лед, и все на свете, и вообще там можно жить. Вот такую замечательную пещеру с помощью данных, собранных еще зондом ЛРО, нашли замечательную красивую пещерку. Там мы как раз откроем Луна-парк. Разработан прототип… Землепарк, если что. Луна-парк. На Луне Землепарк, на Земле Луна-парк. Не путай, пожалуйста, давай дальше. В смысле, в футуральном был Луна-парк. Поэтому там будет Луна-парк. Разработан прототип костюма для переработки мочи астронавтов в питьевую воду, но Воронцов просил не шутить про Дюну. Не знаю, почему он просил… Почему не про водяной мир? Нет, ну как бы это в Дюне было. В Дюне было. Было и в Веденом мире, но в Дюне у них были вот эти… Там натурально, ребята, если у вас есть возможность, посмотрите новость, там натурально штаны. То есть вот как бы разработали штаны, в которые не только можно, но и нужно ссаться. Давай дальше. Дальше продолжается наш… Раду гудите, пожалуйста. Ну, прочти, у меня… Что-то… Глазки. Что-то от света. От восторга, от восторга. Прости, прочти, что тут написано? Подожди, это у меня от света должно быть, потому что ты настолько сиятельный, понимаешь, что просто… Очень… Прочти, прочти сголок носит. Да, да, да. Прочти. Сингапур одобрил употребление в пищу 16 видов насекомых. Ребята, я это говорил 6 лет назад, 5 лет назад. Я говорил, будем есть насекомых. Мне никто не верил. Я верила в ужасе. В ужасе верила Воробьёва. А теперь это начало сбываться. Всегда приятно, когда твои пророчества сбрываются. Вы посмотрите, все наши любимые. Здесь сверчок. Домовые сверчки. Саранча. Перелётные. Шелкопряды. Тутовые. Короче, и пчёлы. И медоносные пчёлы. Пчёлы, они больше как приправа, мне кажется. Давай дальше. Действительно, потому что… Ну да. Робо Ступня со встроенной камерой разглядит тип грунта под прозрачной подошвой. Честно, добавили эту новость исключительно потому, что строчка «Мы, грунт под прозрачной подошвой», она прямо идеально ложится в песню «Мы, лёд под ногами майора» гражданской обороны, поэтому её так и надо петь. Ну и попугаи натерлись перцем для защиты от паразитов. Не знаю, что вам сказать. Что тут добавить ещё? А возможно, для того, чтобы быть перчёными, когда мы их будем жарить. Ты будешь жрать попугая? Абсолютно. Не будешь? Ну, может, нет. Ты будешь жрать насекомых? Да, это правда. Тогда пусть. Субтитры создавал DimaTorzok